Кого только не сватали на роль Бэтмена, Джейк Джилленхолл, Арми Хаммер и даже Джон Хэм мелькали в заголовках новостей. Эмоции Роберта Паттисона после получения роли определенно были схожи с теми, что испытывают выигравшие PlayStation VR, просто играя в викингов. Наши зрители в курсе, что уже не первый месяц мы вместе с создателями игры проводим масштабный конкурс. Уже разыграно 35 айфонов и 15 макбуков. Главный приз этого месяца — это два новеньких набора PlayStation 4 Pro плюс VR-очки. А суперприз — божественный Macbook Pro. Получить их очень просто, ведь для этого требуется лишь играть в ну уж очень годных викингов. Один процесс кормления и снабжения своего государства ресурсами затягивает не хуже Мстителей 4. А добавив к этому мощнейшую графику и невероятный социальный аспект, из реальности можно выпасть на неделе. Клановые войны, интриги и обмены ресурсами не просто интересны, но еще и выгодны. Ибо скачав игру по ссылке в описании и дойдя до 10 уровня дворца, вы получаете тот самый шанс выиграть PlayStation 4 Pro и VR. А макбук станет вашим, если до конца месяца ваш уровень дворца будет максимальным среди всех участников. Розыгрыш состоится 5 июля. Ребята, каждый ваш переход по ссылке важен для нашего канала. Качайте викингов по ссылкам в описании, и вы получите от нас 200 золота и бесплатный щит. Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Мы специально не выпускали ролик о новом Бэтмене, чтобы шумиха улеглась. Роберт Паттисон теперь Темный Рыцарь, и его фильм выйдет в 2021 году. Но будет ли DC окончательно становиться на рельсе Marvel с комедиями? Есть ли у нас шанс на возвращение Бена Аффлека? И что все это значит для киновселенной? Тем для разговоров о DC набралось слишком много. Особенно если учитывать внезапную отмену презентации в Сан-Диего и анонс режиссера Черного Адама со скалой. Устраивайтесь поудобнее, друзья, сейчас мы поговорим обо всем. Конечно, после ваших комментариев о Паттисоне в роли Темного Рыцаря. Для тех, кто уже отправился в летний запой, напомним. Пути Бена Аффлека и DC окончательно разошлись. Каждую неделю поступала противоречивая информация, но старичок таки снял плащ Бэтмена. Поговаривают, что это может быть связано с Мэттом Ривсом, который, став на должность режиссера Сольника, попросил у братьев Уорнера в фильм о молодом Бэтмене. Начались поиски актера, которые свелись к двум ребятам – Роберту Паттисону и Николасу Холту. Последний прекрасно всем известен по роли зверя в Людях Икс. Поговаривают, что его пробы были невероятны, но DC таки отдала предпочтение звезде «Сумерек». И это первый предрассудок, похожий на Кристен Стюарт. Друзья, не забывайте расширять кругозор и не слушайте не слишком разбирающееся в кино большинство. Обе звезды вампирской саги в последнее время снимаются в мощнейшей психоделии, где требуется невероятная актерская игра. И на обоих глаз положили режиссеры высочайшего ранга. Кристен Стюарт вовсю обхаживает Вуди Аллен, а Роберт в последнее время на расхват. Он работал с Дэнни Вильнёвым, а недавно отснял фильм «Маяк», где появился вместе с Уильямом Дефо. Проект забрал пальмовую ветвь в Каннах, и Паттисона загробастал к себе сам Кристофер Нолан. Как вы понимаете, режиссер такого уровня может взять актера к себе в фильм только при условии его профессионализма. Так что если вы не верите нам, поверьте Нолану. Он дает понять, что Паттисон, ну уж очень хорош. Петиции, требующие убрать Роберта с роли, смешные. Хотя бы потому, что аналогичные петиции были и о Бенне Аффлеке. А чуть ранее весь мир хейтил Нолана за то, что взял смазливого хита Леджера на роль Джокера. А еще чуть ранее в офис Warner Bros. приходили сотни гневных писем, требующих убрать Майкла Китона. И каждый раз результат был одинаков. Какими бы ни были фильмы, актеры на своих ролях выглядели прекрасно. К слову, помимо Мэтта Ривса, кастинг Паттисона одобрил и сам Зак Снайдер. Старичок отметился лайком под постом в Веро. С актером мы разобрались. Дело за фильмом. DC каждый божий год трясет. И в их киновселенной, возможно, отмена и уродование даже готовых проектов. Так что слухи стоит воспринимать вдвойне осторожно. И это не отменяет того, насколько они сладки. Во-первых, Паттисону 33. И данные логично гласят, что его темный рыцарь будет примерно того же возраста. А значит, нас ждет неочередное убийство семьи Уэйнов. Это официально подтвердил Мэтт Ривс, режиссер проекта. По его словам, картина будет чем-то средним между первым фильмом Нолана и Беном Аффлеком. Мы увидим 30-летнего Брюса Уэйна, который вроде бы стал Бэтменом, но еще не стал лучшим детективом. Нетрудно догадаться, что вокруг этого и будет плясать сюжет. Мэтт Ривс изначально говорил о желании запилить нуар-детектив, который сосредоточится не на ломании костей, а на головоломках. Видимо, это и состоится. Само собой, на этих словах напрашивается дебют загадочника в роли главного злодея. Но у Hollywood Reporter свои данные. Если им верить, плохишом будет Пингвин. По крайней мере, одним из главных. Почему одним? Потому что нам обещают целую россыпь противников Бэтмена на любой вкус и цвет. Ну и как тут не вспомнить, что Джош Гатт тысячу лет тизерит получение роли пингвина. Ко всему прочему, на экране обещают показать женщину-кошку и, как минимум, камео Робина или других членов Бэт-семьи. С Селиной Кайл все понятно. Эта дамочка всегда будет залогом успеха фильма. А вот Робины это интересно. Ни одна версия «Темного рыцаря» в кино не может похвастаться полностью раскрытой историей детишек Бэтмена. И кажется, Мэтт Ривз попытается это экранизировать. Учитывая, что Брюсу Уэйну всего 30, это будет, ну уж очень молодой Робин. И тем забавнее выглядит сценарий. Скорее всего, фильм не будет показывать какой-то конкретный комикс. Но, возможно, возьмет что-то за основу. Ведь брать есть что. К примеру, долгий Хэллоуин. История о том, как неведомый злодей начинает убивать людей по праздникам. Или экранизирует гениального клона Бэтмена Хаша. Ну а на крайний случай всегда есть Суд Сов. Сюжет об огромной подпольной организации иллюминатов. Все три комикса пестрили злодеями второго плана. Так что фанаты «Темного рыцаря» могут дружно читать все три истории. Не исключено, что их отголоски будут в кино. К сожалению, этого не скажешь о компьютерных играх от Рокстеди. Изначально режиссером сольника был Бен Аффлек. И история с побегом преступников из Аркхема – его сценарий. Мэтт Ривз наверняка выбросил все в мусорку. И если до экранизации игр и дойдет, то не скоро. Впрочем, крест ставить не стоит, ибо Ривз определенно нацелился на трилогию фильмов с Паттисоном. Почему мы так уверены? Потому что слухи ходят давно. А наличие на экране большого количества злодеев второго плана намекает на амбициозные планы DC. Никто не будет подбирать десяток актеров первого уровня для одного лишь проекта. К слову о них, поговаривают, что Ванесса Хадженс является главным претендентом на роль Селины Кайл. Зак Снайдер также планировал появление кошки в будущих проектах и тизерил ее в Лиге справедливости. К сожалению, его планы, похоже, окончательно переписывают. Ибо текущая киновселенная DC больше напоминает хаос. Если Бэтмен у Паттиса на 30, то его фильм по логике должен быть приквелом к событиям Бэтмена против Супермена. И в таком случае можно мечтать о том, чтобы Наффлек когда-нибудь вернется. Да и для атмосферы Нуара современность подходит не лучшим образом. А хоть не верится, что Мэтт Ривз действительно отправит нас в недалекое прошлое. Там сейчас располагается Чудо-женщина, и там же будут проходить действия Джокера с Хоакином Фениксом. И последний, судя по слухам, получился ну уж очень успешным. В связи с этим полезли теории возможного кроссовера, его и господина Паттисона. Но они, к сожалению, не стыкуются. Джокер в сольнике будет противостоять Томасу Уэйну, сын которого еще совсем малыш. И в гипотетическом кроссовере с повзрослевшим Брюсом Уэйном Джокер Хоакина будет ну уж очень пожилым. В целом это не проблема, но вероятность их пересечения очень мала. Но отбрасывать ее не стоит. Почти наверняка Мэтт Ривз запилит фильм в отдельном мире и не будет оставлять никаких отсылок на общую киновселенную. Это, в свою очередь, откроет путь к любым возможным исходам, начиная от кроссовера с Чудо-женщиной и заканчивая противостоянием с Джокером. Беда в том, что DC чувствует себя отвратительно. Дело не в качестве фильмов, а в менеджменте. Уже два года каждый месяц руководство меняется. Теперь поговаривают, что делами киновселенной будет заниматься режиссер Чудо-женщины Пэти Дженкинс и создатель Аквамена Джеймс Вон. Звучит многообещающе, но подобных анонсов уже было с десяток. Еще грустнее, что в этом году их, видимо, и не будет. Глава Warner Bros. подтвердил, что киновселенная DC пропускает Комик-кон в Сан-Диего. Он состоится в июле, и студии всегда вываливают там мощнейшие анонсы. Судя по всему, показывать ребятам нечего. И это при том, что до выхода Джокера совсем чуть-чуть, а на носу еще Хищные Птицы и Чудо-женщина 2. Логику боссов DC иногда понять невозможно, ведь даже мини-трейлер сгенерирует неплохой хайп. Их киновселенная вернется с крупными анонсами лишь в следующем году. А пока нам придется запасаться терпением аж до августа. Ибо Marvel также не представит в Сан-Диего ничего существенного. А напоследок напомним, что контракты Эзры, Миллера и Рея Фишера вроде бы и истекали в мае. Заявлялось, что Flash никак не может подобрать адекватный сценарий. Оно и не мудрено, ведь первоначальная версия была с Бэтменом Бена Аффлека, а теперь неясно, стоит ли включать в проект Роберта Паттисона или обойтись вообще без него. А если обходиться без него, то о какой экранизации Flashpoint вообще может идти речь? Идет июнь, и никаких новостей с этого фронта не поступало. Так что почти однозначно можно заявить, что Flash, если не отменяется, то как минимум откладывается на неопределенный срок и вообще неясно, кто будет в главной роли. Ведь контракт с Эзрой и Миллером придется заключать по новой. Единственное светлое пятнышко — неунывающий Скала. Его черный Адам получил режиссера в лице Жаумы Кальет-Сьерры. Ребята уже работали вместе над круизом по джунглям и теперь попытаются запилить нечто годное в DC. Скала обещал, что съемки начнутся в начале следующего года. И подчеркивает, что его Адам будет антигероем. Говоря проще, его, видимо, покажут с доброй стороны. Это хорошо, ведь у DC адовый недостаток героев. Будем надеяться, Скала сможет что-то изменить, ведь если не он, то больше некому. Ну а Роберта Паттисона ждет Бэтмен в отдельном мире. Возможно, если его успех состоится, его свяжут с чем-то другим. Но об этом мы поговорим в следующих роликах. А пока ждем ваше мнение о Роберте в роли Бэтмена в комментариях. И до новых встреч, друзья! Редактор субтитров А.Семкин